С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семёнычева. Будущее Харьягинского СРП обсудили губернатор округа Игорь Кошин и генеральный директор зарубежнефти Сергей Кудряшов. На встрече шла речь о возможных решениях для оптимизации нефтедобычи на месторождении Харьягинского СРП. Также Сергей Кудряшов побывает на промысле совместного российско-вьетнамского предприятия «Русвет Петра». Визит топ-менеджера начался с совещания у главы региона. Мы с вами, собственно говоря, на протяжении двух лет на регулярной основе снижали затратную часть оператору, предыдущему оператору, поэтому сегодня в курсе всего происходящего. В августе компания «Тоталь разведка и разработка России» передала функции оператора Харьягинского СРП компании «Зарубежь добыча Харьяга». В фокусе внимания нового оператора стабилизация уровней добычи и сокращение неэффективных расходов. С 1 августа план выполняется. Ни одного инцидента не произошло на объекте. Планово заменили ряд специалистов. И на сегодняшний день предприятие «Зарубежь добыча Харьяга» полностью интегрировано в нашей компании. Мы будем посещать в эту поездку, как наше предприятие «Русьветпетра» и недалеко от него находящееся теперь Харьягинское месторождение. Надеемся, что в эту поездку нам удастся найти какие-то решения, которые помогут в решении проблем, так скажем, по кругу, в плане налогов и дохода от Харьягинского СРП. Харьягинское СРП – это одно из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашения о разделе продукции. Данное соглашение вступило в силу в январе 1999 года. Дно углубительной работы на Печоре – строительство дороги на Ринмар-Усинск, развитие Нинецкого округа как арктического региона. Эти вопросы стали объектом особого внимания члена Совета Федерации от Нинецкого округа Вадима Тюльпанова. Он находится в окружной столице с рабочим визитом. Итоги своей поездки представитель Верхней Палаты парламента провел в неформальной обстановке, собрав журналистов на пресс-чай. Одним из первых сенатор затронул вопрос дороги на Ринмар-Усинск. Строительство этой дороги началось еще в 1991 году, и к 2004 году было построено два участка. С тех пор финансирование строительства было остановлено. Разрыв между построенными участками составляет порядка 80,5 километров. Стоимость достройки дороги в ценах 2015 года осваивается в 9,9 миллиарда рублей. В соответствии с распоряжением правительства России в 2016 году Нинецкому округу для строительства четвертого участка автомобильной дороги на Ринмар-Усинск выделены средства в размере 479 миллионов рублей. В окружном бюджете на текущий год на строительство четвертого участка предусмотрено 44,6 миллиона рублей. В этом году выделили деньги, Российская Федерация выделила деньги, и 15 километров будет построено еще. То есть осталось, останется 65 километров. И если, как я представляю, вот мы поговорили с подрядчиками, если был деньги выделяться в том же объеме, которым выделялись, вот сейчас выделяется, ну хотя бы по полмиллиарда в год, то через 4 года эту дорогу можно будет уже, ну, будет открыта будет, через 4 года. То есть осталось, в общем-то, не очень долго ждать. Знаю, что не все наринмарцы относятся к этой дороге хорошо, но считаю, что когда она будет открыта, это будет плохо для Наринмара. Но на самом деле это совершенно не так. Вот мы были в магазинах, и здесь продукты достаточно дорогие, потому что заводятся они по сложному пути. А когда будет дорога открыта, уже будут продукты заводятся, в том числе и по дороге. И это, конечно, существенно может снизить цены на продукты. Один миллиард рублей именно столько потребуется на переустройство Наринмарского морского порта, а именно дноглубительные работы. Сейчас проходная осадка порта 3,6 метра не позволяет заходить крупным судам или заходить, но с небольшим количеством груза, что экономически невыгодно. И эту проблему, конечно, надо решать. Мы вот вчера разговаривали с Игорем Викторовичем. Будем добиваться финансирования. Требуется примерно миллиард рублей для того, чтобы произвести донно-углубительные работы. По словам сенатора, начало положено. Ориентировочно через два года порт будет встречать полногрузные баржи. Помимо принципиально важных вопросов, Вадиму Тюльпанову также поступили и неформальные. Например, о развитии футбола в округе. Елена Семёнычева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В Ненинском округе формируется список проектов для реализации механизмов государственно-частного партнёрства. В настоящий момент на обсуждении находятся два основных вопроса – развитие туризма в районе памятника природы Пым-Вашор и проекта государственно-частного партнёрства в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории округа. Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях в сфере туризма, в том числе памятника Пым-Вашор, сопряжено с рядом следующих задач. Необходимо провести исследование территории памятников и охраняемых зон, оценить возможности по приёму туристских групп, расширить вопросы, связанные с развитием инфраструктуры. Наиболее перспективным вариантом использования ресурсов Пым-Вашора может быть развитие организованного культурно-познавательного или экологического туризма. Для эффективного сохранения и использования возможности памятника Пым-Вашор в рекреационных целях будет разработан инвестиционный проект развития территории и рассмотрена возможность его реализации с использованием механизмов государственно-частного партнёрства. Что касается передачи в концессию объектов сферы ЖКХ, сейчас ведётся подготовка инвестиционных проектов в сфере тепловодоснабжения и водоотведения, требующих привлечения инвестиций. Смотрите далее в выпуске. 18 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Где и как смогут проголосовать жители Ненецкого округа, расскажем далее. В ближайшее воскресенье, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную Думу 7-го созыва. Гражданам предстоит избрать 450 депутатов, которые в течение следующих пяти лет будут принимать законы для всей страны. По закону за сутки до голосования вступает в силу запрет на любую агитацию со стороны участников выборов. Поэтому суббота, 17 сентября, в России объявлен Днём тишины. В воскресенье, 18 сентября, по всей стране откроются 95 тысяч избирательных участков. Они будут работать с 8 утра до 20 вечера по местному времени. Жители округа смогут отдать голоса за кандидатов и политические партии, баллотирующиеся в Государственную Думу в единый день голосования, 18 сентября 2016 года. На территории Ненецкого округа сформирован 51 избирательный участок. Из них 11 в Наринмаре, 5 в поселке Искателей, 35 в сельских поселениях. Граждане, находящиеся в Ненецком округе без постоянной регистрации, смогут отдать свой голос за политические партии на избирательных участках в любом сельском поселении или на избирательном участке во Дворце культуры Арктика в Наринмаре. Жители с ограниченными возможностями здоровья могут проголосовать на дому. Для этого необходимо позвонить на свой избирательный участок или обратиться в территориальную избирательную комиссию. Заявки принимаются заранее и до 14 часов 18 сентября 2016 года. Кроме того, возможность реализовать свое избирательное право будет предоставлена тем, кто находится в стационарах медицинских учреждений, доме-интернате для престарелых и инвалидов, изоляторе временного содержания. Открепительные удостоверения для голосования в другом регионе получили 75 жителей округа. Подробную информацию об организации избирательной кампании в Ненецком автономном округе можно получить в избиркоме по телефону, который вы видите на своих экранах. На выборы в Государственную Думу будут работать наблюдатели. Внесенные в федеральный закон поправки ограничивают число наблюдателей, не более двух, которых может назначить в каждую избирательную комиссию зарегистрированный кандидат или политическая партия. Сегодня с наблюдателями, которые будут работать на территории Ненецкого округа в избирательной комиссии, провели обучающий семинар. Список наблюдателей с указанием фамилии, имени и отчества каждого наблюдателя, адреса места жительства, номер избирательного участка и наименование комиссии подается в соответствующую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до дня голосования. Одно лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. Наблюдатели вправе осуществлять фото- и видеосъемку. В случае нарушения наблюдателем избирательного законодательства его удаление из помещения для голосования возможно только по решению суда. Кроме того, федеральный закон предусматривает, что кандидат или избирательное объединение вправе прекращать полномочия назначенного ими члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового в ту же комиссию не более пяти раз. Мы сегодня собрались на семинаре с наблюдателями от политических партий и от кандидатов в целях методического обеспечения наблюдателей, чтобы познакомить их с теми изменениями, которые произошли в избирательном законодательстве, чтобы они увереннее себя чувствовали на избирательных участках, понимали свои права, обязанности, а самое главное ответственность. Потому что все участники избирательного процесса обязательно несут ответственность за свои действия. И самое главное, все их действия должны быть направлены на создание таких условий, чтобы избиратель пришел, сделал свой выбор, остался довольным и на весь последующий день сохранил хорошее настроение. В преддверии дня выборов избирательная комиссия призывает избирателей обращать особое внимание на агитационный материал. На официальных листовках мелким шрифтом обязательно должны быть указаны имя, фамилия кандидата, наименование политической партии и реквизиты. Так вот, когда избиратели все-таки видят агитационные материалы, в которых нет таких реквизитов, вся эта продукция считается незаконной. И те, скажем, лица, которые начинают распространять данную агитационную продукцию, они должны понимать о том, что они могут быть привлечены к административной ответственности, вплоть до уголовной ответственности за клевету, за распространение сведений, которые не соответствуют действительности и поручат честь и достоинство других людей. Далее в выпуске. Молодые виртуозы из Самары продемонстрировали свое творчество на ренмарской публике. В окружной столице проходят Дни высокой музыки. В столице Нинецкого округа открылся Арктический фестиваль классической музыки под руководством художественного руководителя знаменитого скрипача, заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Когана. Трехдневный музыкальный марафон начался с фолк-проекта, на котором свое творчество представили молодые виртуозы из Самары на сцене КДЦ «Арктика». Дмитрий Буциков и Дмитрий Косяков – артисты Самарской филармонии, покорили зрителей не только виртуозной игрой на балалайках, но и актерским талантом. Их выступления мало похожи на концерт в традиционном понимании этого слова. Это скорее театрализованное представление. Обладатели гран-при международного конкурса в Казани молодые виртуозы-балалайчники закончили Самарское музыкальное училище имени Шаталова. Ну, надо сказать, что мы с Дмитрием в Самаре учились вместе, только в разное время, в училище культуры. И всегда были конкурентами немножко. Я всегда один не заедал, что у него такая хорошая техника, и он так хорошо играет. Дмитрий уехал сейчас какое-то время учиться в Москву в Гнисинку, затем вернулся, и мы встретились случайно на улице, и решили попробовать вдвоем играть на две балалайки, на два инструмента. Как вам работа с конкурентом? С конкурентом? Хорошо, хорошо. Недавно и скрим, конечно, но... Так родился совместный проект «Балалайк». Искриться у ребят отлично получается. Универсальные музыканты, свободные от стилевых и жанровых рамок, желанные гости на концертах и фестивалях классической, этнической, фольклорной и джазовой музыки в России и за рубежом. Это они выступали на концерте для президента Владимира Путина во время его визита в Самарскую область, а также сорвали бурные овации на концерте Олимпийских зимних игр в Сочи. Еще один признанный музыкант, который покорил сердце окружных ценителей музыки, участник фольк-проекта Юрий Салаев. Первый раз баян в руки он взял в 7 лет, потом были перерывы, но все-таки тяга к музыке взяла вверх, и игра на баяне стала профессиональной деятельностью артиста. Музыкальное произведение «Скарлатти» признается Юрий Салаев одной из самых любимых, близка к сердцу музыканта и астрада. Кто играет в «Скарлатти», тот считается уже достаточно профессиональным, потому что на всех международных конкурсах включен в программу «Скарлатти», «Куперен», «Докен» – это эпоха барокко. То есть либо эпоха барокко, либо вот эти композиторы. То есть это уже нужно держать уровень, заниматься, как положено. Сегодня музыкальную эстафету приняли оперные исполнители, а уже 17 сентября пройдет главное событие Дней высокой музыки в Арктике. Это презентация уникального мультимедийного проекта «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении музыканта-виртуоза, заслуженного артиста России Дмитрия Когана. Начало концерта в 17.00. Творчество знаменитых исполнителей классической музыки будет доступно для всех горожан и жителей сельских поселений. Прямую трансляцию заключительного дня фестиваля в режиме реального времени организует наша телерадиовещательная компания в эфире телеканала «Север» на сайте, а также совместно с Дворцом культуры Арктика на главном экране площади Марацей. Любовь Пермякова, Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Наша телерадиокомпания презентует документальный фильм «Моя земля». Премьерный показ состоится на телеканале «Север» 17 сентября в 21.00. Фильм посвящен созданию в 1981 году на Мосфильме полнометражной художественной картины «Великий самоед» об Илье Константиновиче Вылке. Фильм о том, как рождался великий самоед, создан в текущем году, ставший юбилейным для картины, а также в год 130-летия со дня рождения Тыковылки и год российского кино. Режиссер фильма «Моя земля» Андрей Чуклин собрал вспоминания тех, кто создавал великого самоеда. В их числе режиссер Аркадий Кордон, оператор Анатолий Иванов, актеры Нуржурман Ихтымбаев, Расул Укачин и Татьяна Ташкова. Также в фильме звучат рассказы жителей Неницкого округа, которым довелось принять участие в съемках Мосфильма. Вячеслава Карипанова, Виктора Евтысова, Ивана Литкова и других. Герои документальной ленты рассказывают зрителям, как и в каких невероятно сложных условиях шла работа над фильмом, делятся воспоминаниями о забавных и драматических моментах создания великого самоеда. Трейлер к фильму размещен на сайте нашего телеканала. Родному округу с любовью выставка картин под таким названием открылась во Дворце культуры Арктика. 28 представительниц прекрасного пола из коллектива «Артмастерско» решили сделать такой подарок в честь дня рождения округа. Все работы на выставке выполнены в технике роспись по шелку, которая появилась в Древнем Китае более 5000 лет назад. О шелковом пути наринмарских художниц расскажет Любовь Пермякова. Я в июле нарисовала эту красоту, потому что захотелось очень мороженым походить по ней. Вера Захарова показывает одну из своих работ, представленных на выставке. Свой шелковый путь к освоению одного из древних видов искусства – рисования по шелку – она начала в ноябре прошлого года. В копилке художницы уже более 10 картин. Таких результатов, говорит Вера Федоровна, она добилась благодаря талантливому руководителю артмастерской Натальи Поликарповой. Никто не рисовал, все мы начинали с самых азов, никто никогда в жизни кисточку в руках не держал практически, ну за исключением школы. И все мы начали занятия с полного нуля, и постепенно, постепенно все мы изучили, и цветовые гаммы, и рисунок, и композицию. Во-первых, я вселяю во всех уверенность, что всегда у всех все получится, потому что есть страх испортить. Когда ты пишешь работу, ты боишься, может быть, там это. Поэтому у нас ни у кого уже этого страха нет. По словам Натальи Александровны, рисование по шелку требует огромного терпения. Некоторые картины пишутся в несколько слоев. Вот некоторые пейзажи пишутся по шесть слоев. Сначала делается замалевочка, потом прописывается один слой, потом второй, третий. И в итоге там шестым слоем мы завершаем. И вот он получается такой, действительно, кажется, очень легкий. А на самом деле труда там вложено очень много. Некоторые работы писались по месяцу. Глядя на картины, сложно поверить, что их создавали не профессиональные художницы, а обычные женщины, чей труд далек от высокого искусства. Одна из них – Ивана Федотова. Я занимаюсь здесь всего лишь с апреля. И уже за это время выпустила три работы, даже попала на выставку. Это прекрасная возможность вообще заниматься творчеством. Потому что на работе у нас, к сожалению, бумаги, все скучно. А тут приходишь и отдыхаешь душой. Это очень здорово. Наталья Александровна действительно учит. И тут можно видеть работы. Некоторых людей, которые занимаются меньше, чем я. И у них технически очень здорово получается. Работы мастерицы Ивана уже оценили не только гости выставки, но и родственники. Они в восторге. На самом деле, все видели мою работу и предполагали, то есть, как всегда, семья думает, что у меня, наверное, нормально, а у остальных, ну, тоже еще лучше. А по факту тут каждая работа заслуживает просто овации. Овации заслужил действительно весь коллектив арт-мастерской, который в прошлом году объединил 28 представительниц прекрасного пола. Потому что выполнено все настолько профессионально, красиво. А может быть, просто потому, что эти наши милые дамы по-настоящему всем сердцем любят нашу. И поэтому подарили нам такую замечательную, прекрасную выставку ко дню рождения. Выставка «Родному округу с любовью» будет работать до конца сентября.